Apple, Starbucks, Coca-Cola, Delta Airlines – это лишь некоторые из крупных компаний, поддерживающие движения, воюющие за права сексуальных меньшинств. В связи с этим участились призывы к верующим не пользоваться продукцией компаний, поддерживающих греховное мировоззрение. Некоторые христиане искренне пытаются отказаться от всего, другие даже не задумываются по этому поводу. Большинство же находятся в смятении, действительно ли нужно отказаться от кофе и айфонов? Не становятся ли они участниками чужих грехов, покупая очередную бутылку Coca-Cola? Говорит ли Библия на тему таких современных вопросов? Об этом сегодня мы поговорим с пастором Алексеем Коломитцевым. Конечно же, Библия помогает нам ориентироваться и в этих вопросах, как и во многих и многих других. Дело в том, что Библия – это вечная книга, книга, которая говорит о душе, которая живет в самых разных обстоятельствах и в самых разных условиях. Когда я слышу вот эту историю, мне вспоминается ситуация, которая возникла когда-то в Первой Церкви. Эта ситуация освещается в Первом Послании апостола Павла Коринфянам, хотя есть и другие места, в которых она затрагивается. Там ситуация была связана с идоложертвенным мясом. Что это такое? В Коринфе, который был языческим городом, было достаточно много идольских храмов. В этих храмах, естественно, приносились жертвы. Жертв приносили достаточно много, так что мясо, которое становилось результатом этих жертв, то есть животных приносили в жертву, и мяса было очень много, и его продавали. При этих храмах был торг, или рыночек небольшой, и на этом рынке можно было купить мясо достаточно недорого, потому что избыток там был всегда. И вот возник спор между христианами, могут ли они пользоваться этим мясом, прийти туда и купить. Ведь через это как бы поддерживается бизнес вот этого всего языческого дела. И больше того, не только бизнес поддерживается, а как бы человек не становился духовным соучастником дьявольской вот этой церемонии, где приносили жертвы. И там, естественно, жертвы не богу приносились, там языческим богам жертвы приносились, там жертвы бесам приносились. В конце концов, апостол подчеркивает это в одном из мест. И вот, когда эти споры появились или возникли, апостол объясняет достаточно подробно, много говорит об этой теме. И вот, среди прочего, есть такой очень интересный элемент, или интересная часть его аргумента. Он говорит следующее. В 10 главе 1 послания к Римфину, он говорит с 25 стиха. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». То есть, вот тогда, в тех условиях, апостол говорит, ничего страшного, если ты купишь мясо в этом храме. Почему? Потому что мясо само по себе, оно не представляет, оно не стало грешным. Оно так и осталось с мясом. Речь идет о продуктах питания, которые нужны людям для того, чтобы они могли жить, для того, чтобы они питали свое тело. И поэтому он представляет эту позицию именно так. Если посмотреть на этот вопрос немножечко шире, то мы можем увидеть несколько других граней. Первая грань заключается в следующем. Весь мир, все практические государства, разные компании, все люди, они находятся сегодня в положении, в котором они утверждают не царствие Божие, а какую-то форму человеческого царства. В некоторых случаях это более благородные представления человеческих царств, какие-то, может быть, демократические страны, или более благородные формы. В некоторых организациях или странах это все очевидно. Например, в гитлерской Германии все работало на машину Гитлера и его планов по захвате мира. Или же во время Сталина в Советском Союзе, и не только во время Сталина, вообще во время всего Советского Союза абсолютно все было подчинено идее Коммунистической партии. И это значит, любой человек, ты едешь в трамвае, покупаешь билет в трамвае, и часть этого билета, какая-то доля копейки этого билета идет на поддержку социалистического строя, или же коммунистической системы. То есть, мы, живя в мире, не можем абстрагироваться от него, мы не можем вырваться. Некоторые пытались, уходили где-то в пустыню, они пытались изолироваться от общества, но Священное Писание, очевидно, не поддерживает такого положения. И Иисус говорит конкретно ученикам, он говорит о том, что в молитве к своему отцу, он говорит, «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть, очевидно, что Бог предусмотрел, что мы будем жить в мире, мы будем вращаться среди всех этих неверных, неправильных, греховных людей. И мы, конечно же, будем пользоваться, покупать им что-то, мы будем продавать им что-то, мы будем взаимодействовать с ними во многих других ситуациях. Правда, здесь есть еще одна очень важная деталь. Когда вы покупаете что-то или же пользуетесь чьей-то продукцией, если вы это делаете просто потому, что эта продукция хорошая, это одно дело. Если же вы делаете это потому, что вы поддерживаете каким-то образом миссию этой организации, у разных организаций могут быть более явно выраженные миссии. Вот здесь могут потенциально возникнуть проблемы. По этой причине вопрос, покупать Кока-Колу или не покупать, или летать ли Дельтой или какими-то другими авиакомпаниями, это дело совести каждого человека. Каждый человек, ходя пред Богом, он должен искать возможности в своей жизни в максимальной степени утверждать Евангелие, созидать церковь и прославлять имя Господа Иисуса Христа каждым своим действием. Дай Господь мудрости каждому из вас в этом. Спасибо, пастор Алексей. Больше узнать на тему, как поступать в неоднозначных спорных ситуациях, вы можете, посетив наш сайт слово.org. На сегодня мы прощаемся с вами, ждем ваших вопросов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok